здравствуйте друзья вот в чем прелесть пасмурной погоды с дождичком тут небольшим и так далее прелесть в том что вот куда хочешь камеру повернуть туда и повернул никакие солнечные лучи и и не слепит соответственно вас на той стороне экрана поэтому как хочу так камеру кручу обычно то мы будут вперед смотрели такой ситуации солнышко у нас вот здесь обычно что хотел рассказать вчера был очень интересный день в стране потому что вот это вот противоречие по поводу федерального судьи который наложил запрет на то что называется иммиграционным банным иммиграционный запрет можно так сказать да вот эти меры указ президентский значит этот конфликт так сказать сегодня вчера был раз на рассмотрение в апелляционном суде и происходило это просто знаете такого еще не было судьи были там в разных местах стороны которых которых которые участвовали там показания давали тоже были в разных судах в разных частях света там в общем все это происходило онлайн его ну точнее там был конференц-кол такой да но все это значит в ютюбе там шло передавалась прямая трансляция была и там какие-то еще каналы там транслировали то есть обычно такой сухой скучный никому не интересный процесс там суд кого-то там чего-то запрашивать чтобы выяснить принять или никто отменить или не отменить решение вот того федерального судьи и вот это прямо так вот такое шоу такого еще не было и так то по современному знаете из сан-франциско и вопрос на самом деле гораздо сложнее оказался чем ну может быть изначально казалось потому что вопрос перешел в разряд конституционных полномочий то есть не конкретно вот бан на это или бан на то но точнее на этот уровень этот вопрос перевел сам трамп который год я президент чего хочу того и делаю вот ну то есть дословно он дословно так сказал не не вообще чего хочу но в отношении всяких запретов там иммиграционных и тогда будет это абсолютно в пределах моих полномочий чё хочу того и делаю и мы знаем что верховный суд в этом смысле имел другое мнение еще совсем недавно вот ситуации с обамой тоже в похоже в похожем чем-то ну не суть пусть разбираются существенно что конституция есть она работает и некоторые тут знаете у нас энтузиасты на канале они говорят вот значит нефига мешать мужику работать народ за него проголосовал и даже не вникая так сказать в то что он проголосовал больше за клинтон чем за него народ но дело даже не в этом президент и президент вопросов нет никто не голосовал за президента чтобы он уже и конституцию отменил понимаете все таки у нас есть законы да и внесение изменений в конституцию это очень-очень сложный процесс то есть боже это какой перевес вообще надо иметь чтобы значит внести вы хоть что-нибудь в конституцию поэтому ни один президент и никакой народ который вот так вот просто там 40 там с небольшим процентом за голосовал не может такого это нужно чтобы вообще вся нация хотел но идет такой обычный процесс вот обычный процесс апелляционный суд рассматривает вообще сан-франциски вот этот вот девятый дистрикт там он считается может быть ионам либерализма в стране это не просто так а вот такой но он известен своими решениями и вот решения такие очень очень у него либеральные но здесь дело не в либеральности конкретно все-таки здесь вопрос о том как интерпретировать как бы конституционные полномочия так получается вот к этому привели значит ну позиция трампа сейчас такая значит суд с пристрастием допрашивал администрацию который наставил что нужно отменить вот то что судья федеральный сделал запрет этот убрать и суд с пристрастием допрашивал а чего вот такая как бы сказать срочность а вот чего это вот вдруг вот так то вот ну то есть сказать все могут а они все спекулируют безопасность безопасность вот никто в стране кроме них не за безопасность вот такая картина складывается против то есть вот такая дешевая спекуляция довольно неприятная как бы совершенно очевидно что манипуляция происходит то есть она настолько настолько очевидно вот манипулятивность не искренность ну ладно значит вот там безопасность безопасность народ имеет право там еще тебе ну хорошо а что что случилось как бы так вроде на спецслужбы и раньше были не то чтобы там из этих самых семи стран было раньше легко попасть там что же случилось их там с пристрастием допрашивать с другой стороны с не меньшим пристрастием допрашивали людей которые доказывали что штаты вашингтон и миннесота им кто-то еще присоединился боюсь соврать кто это был может и калифорния наверное да и айтишные компании вот тут из не выдали на этом тоже подключились к этому делу и суток откуда убытки вы расскажите почему вы говорите что урон экономики происходит да потому что те говорят урон экономики значит у нас там ну действительно есть люди которые ездят по работе туда-сюда есть люди которые ну скажем отпуске были обратно вернуться не могут ну как какой-то урон наверное есть но они готовы а какой урон а чего урон расскажите обоснуйте и вот они значит это все обосновывали там с двух сторон и суд что называется удалился на совещание они подумают и говорят что может быть даже на этой неделе вот сейчас среда беседование было вчера говорят что может быть даже на этой неделе а может быть даже и не на этой потому что вовлечено так много вопросов это не то что вот допустим мы симпатизируем или мы не симпатизируем они должны юридически обосновать свое решение то есть вот кто имеет право кто не имеет права то есть надо им надо очень глубоко копнуть в фундаментальные основы вообще конституционные и это требует времени то есть не то что они с этим ходят у них свежак такой в голове они каждый день вот именно этим занимаются нет значит им надо будет подразобраться но я хочу сказать что интересно правда так вот суды понимаешь апелляции сейчас пишут что независимо от того какое решение будет принято апелляционным судом то есть понятно да что какое бы решение не было принято одна сторона довольна вторая нет поэтому та сторона которая недовольна потащит это дело уже верховный суд вот и скорее всего вот это вот решение о полномочиях тех или иных властей значит мы получим из верховного суда но когда уже верховный суд что-то решит если ему удастся потому что в одного человека как раз не хватает и они как рачить там 4 таких более либеральных и 4 более консервативных хотя безусловно речь идет казалось бы конституции там нет нет такого что вот либеральная или там консервативно там как написано так написано но дело в том что закон является как наград сапчик тю интерпретейшн это предмет интерпретации вот там написано а теперь а как это понимать да и каждый раз мы возвращаемся к одному и тому же и каждый раз какая-то новая глубина возникает в интерпретации я вам пример приведу есть поправка конституции я боюсь собрать по 14 так не так не углубляясь там в детали из головы то что я помню по 14 значит эта поправка о том что вот человек который родился на территории соединенных штатов он как бы гражданин соединенных штатов изначально то ведь никто даже не не имел ввиду интерпретировать ее так как ее интерпретирует сейчас вопрос был о том являются ли бывшие рабы гражданами рабы и бывшие рабы вот как вот эти люди они граждане или они не граждане и фактически вот эта поправка конституции уравнивала рабов и потом потомков и так далее в правах на гражданство она сказал если ты родился на этой земле значит ты гражданин вот вот как ты попал неважно ты рабом тебя привезли там переселенцем ты был там или тебя там ссылку сюда в тюрьму сослали вот твоих родителей допустим а ты здесь родился вот если ты здесь родился значит ты гражданин все а и и было это там уже ну 150 лет назад и с тех пор эти во что превратилась уже нет вопроса там граждане ли там те кто здесь родились вот там афроамериканцы или там не знаю китайцы или белые но вопрос том что вот если там человек самолет пролетал над сша и в этом самолете родился там ребенок этот ребенок уже имеет право привести там всех своих родственников когда станет гражданином там 20 человек а те еще 20 и 100 и гранишь там уже будет тысяч то есть совершенно другое совершенно другое звучание в другом контексте но вот так интерпретируется или например я помню когда признали в калифорнии вот там был запрет на однополые браки референдум проголосовал и дальше судья говорит что это не конституционно отменяет результаты референдума потому что в конституции который там лет сто шестьдесят сто семьдесят в этой конституции ничего такого не сказано что брак это именно мужчина и женщина понимаете да то есть взять и все сто семьдесят лет назад вот возникла бы дискуссия между кем может быть брак вот но тем не менее сегодня и год не конституционно вот мы сегодня читаем там ни слова не сказано из контекста мы естественно вырвали вот ну и понятно что как бы интерпретация меняется раньше так интерпретировать сейчас мы так интерпретируем вот что может произойти если а скажем так ну да если если попав в верховный суд этот вопрос будет решен не в пользу администрации это значит что и в дальнейшем трамп просто дать выпуская какие-то аналогичные там постановления по поводу иммиграционной политики вот как бы автоматом оказывается проигравшим то есть уже бесполезно ходить по судам там и что-то апелляции требовать и так далее то есть для его администрации и для вот этой системы управления там указами вместо законов которые должны принимать законодатели без обсуждения без ничего жахток вот вместо этого может вернуться его администрация может быть вынуждена вернуться к такому классическому процессу когда есть закон ночь есть его исполнение со стороны президента он как бы фактически пытается заменить законы своими решениями и в общем но есть система баланса балансов всяких балансирующих и так далее и мне например как чеку который здесь уже давно живет и особо я не сталкивался вот с таким обострением знаете вот периодически бывает что-то когда какой-то острый такой конфликт но вот сейчас сейчас конфликт не в том что вот конкретное действие там в отношении того что на границе происходит сейчас конфликт гораздо глубже сейчас конфликт в том что может ли кто-то пусть не полностью но как то так вот узурпировать какие-то какую-то власть какие-то полномочия которые ему не принадлежат безусловно идет попыткой узурпации идет попытка управления вне тех рамок которые установлены то есть мы не мы не говорим о том что есть как бы диктатор такой явный но вот как бы тенденции есть поэтому посмотрим чего будет очень интересно счастливо